Эй, друзья, всем привет! Меня зовут Алиса, и вы включили мое шоу под названием «Вкусняшки!». Это шоу, в котором я пробую необычную еду из разных стран, и сегодня будет Дания. Как, в общем-то, и последние три выпуска, но знаете, однажды я поеду путешествовать, или хотя бы в отпуск, и здесь будет не только еда из Дании. Так что для начала не забудьте подписаться на мой канал, а в этом выпуске вы увидите необычную икру в тюбике, датский молочный десерт, мороженое с овоей корицей, и на закуску напиток с бузиной. Начинает наше сегодняшнее шоу вот такая вот необычная икра. Забавно то, что она открывается и выглядит как зубная паста, и... Фу, как же начало понять рыбой! По запаху это будто бы рыба, в которой очень много соли, и, честно сказать, мне ее не очень хочется пробовать, но долго обязывает меня, ведь я как-никак купила ее. У-у-у, посмотрите! О, так уже лучше! Фу, так ужасная маняет! А так пахнет неплохо, как икра, которую перемешали с рыбой. На самом время пробовать. На вкус это будто бы взяли рыбу, и очень мелко ее перебили в блендере. Потом туда добавили икру, соль, и все это запихли в тюбик. Я бы даже сказала, что вся эта консистенция похожа на селедку. На нашу соленую селедку, да, не на датскую сладкую. Но лично мне почему-то она не очень понравилась. И дальше у нас вот такой вот молочный десерт, который называется «Рис и фрути», и он со вкусом клубнички. Если вы посмотрите поближе, то вы увидите, что этот десерт состоит как бы из двух частей. Одна часть это молочная рисовая каша, а вторая часть это джем. Именно такой десерт считается национальным на Рождество, и пусть сейчас весна, но я попробую именно его. Ммм, это пахнет очень вкусно, очень-очень-очень вкусно. От джема, конечно, пахнет вкусной клубничкой, но от самой кашки пахнет какой-то ванилью. И, честно сказать, если бы я не знала, что там рис, я бы в жизни об этом не подумала, потому что по запаху это больше похоже на запеканку. Но хватит болтать, давайте попробуем. Итак, я возьму джем, немножко его на кашку и в рот. Когда кладешь этот десерт в рот, сначала тебя удивляет то, что там есть рис, но потом ты понимаешь, что его залили очень плотным ванильным йогуртом. И вместе с клубничным джемом это очень вкусно. Честно сказать, мне даже жаль, что я раньше не попробовала этот десерт, потому что он очень вкусный. Ну а мы пойдем дальше. Я честно хотела купить только одно. Но в магазине продается только такая упаковка, где 5 штук. И да, вы правильно поняли, это мороженое с лакрицей. В прошлом выпуске я уже пробовала саму лакрицу. И у меня не то, чтобы супер такое позитивное впечатление о ней, но это было неплохо. Мне интересно, как это в сочетании с мороженым. Окей, на вид это самое обычное мороженое в шоколаде. А вот они в шоколаде. Это лакрица сверху. Нет, но это выглядит как шоколад. Но оно очень пахнет лакрицей, пахнет. Может быть они в шоколад добавили лакрицу? Честно, если бы мне закрыли глаза и дали понюхать, я бы сказала, что я нюхаю лакрицу. То, что я нюхаю мороженое, я бы в жизни не сказала. Но что долго рассуждать, попробуем. Когда ты откусываешь это мороженое, тебе сначала прохладно, сладко, вкусненько. И ты думаешь, вау, это отличное сочетание. Но потом ты понимаешь. О, господи. Она соленая внутри этого акрица. Боже. И горькая, и соленая, и... Почему я купила целую упаковку из пяти штук? Скажите мне, как в сладенькое, вкусное мороженое можно добавить соленую в акрицу? Но это же... Я не знаю. Несочетаемые вкусы. Ладно, я понимаю, что есть люди, которым нравится вкусы акрицы. И, возможно, с мороженым они считают, что это идеально. Но я не тот человек. Мне это показалось просто... Нет. Вот просто нет. Давайте дальше. О, нет. Фу, все-таки нет. Дружище, я надеюсь, что ты меня не огорчишь. Как вообще напиток со вкусом бузины может огорчить? Только если он будет огорчить, но я надеюсь, что это не о нем. О, какой у него божественный аромат. Это будто бы маракуйя и манго вместе, и мангостин, и я не знаю. Клубничка, и вау, это пахнет просто бомба. Бомба, понимаете? Это не мороженое с лакрицей, это какая-то вкусняшка. Ладно, ладно, я сейчас попробую собраться и сказать, чем он пахнет. Бузиной. Ой, по запаху это похоже на зеленый виноград, но есть с ним что-то еще. Не знаю, что, нужно попробовать. О, мой бог, какой ты сладкий. Когда-нибудь я научусь читать упаковки до того, как я покупаю, но я только что поняла, что это концентрат, и его нужно размешать один к четырем. Хорошо, что я могу это сделать. Вот так вот нальем, как виски, и разбавим водичкой. Добавили водички, пырум-пырум-пырум помешали, и... Это вкусно. Это будто бы кисленькая клубничка с зеленым виноградом, и это получается немножко кисленький, немножко сладенький напиток, но это классно. Первый раз пробую что-то со вкусом бузины. И на этом мой выпуск подошел к концу. Ставь лайк, если ты узнал что-то новое, или тебе просто понравилось видео. Сейчас здесь появится кружок, если на него нажать, то можно подписаться на мой канал. Помимо этого, я приглашаю посмотреть тебя отличные видео про Данию, про жизнь здесь, про местные города. Особенно зацени вот этот видос. Здесь отличные виды с квадрокоптера. На этом я попрощаюсь. Спасибо за просмотр. Пока-пока, увидимся в следующих видео.